Давай будем делать третью нашу серию, вторую обучающую. Бери машинку, выбирай уровень. У меня... У кого выгрузится, начинай вопросы задавать. Второй. Второй? Окей, второй. Второй какой? Немецкий, а рада 68-й. А, ну это ша, возьму. Так, ну что, я-то стартуем. Ты доставай свою бумажку, слушай. У меня в блокнотике записано. Окей, давай. Прям сверху начинай. Что у тебя первым появилось, этот вопрос? Вот именно, сейчас я не на ТШ, поэтому я, как бы, у меня нету бомбы, я сейчас не могу это осуществить. Но меня очень интересует, вот как бомбить наземные объекты. У меня не получается. Смотри, у тебя есть внизу прицел. Видела бомбовый такой? Да. Зелененький. Вот, ты можешь либо нажать кнопочку shift, и после этого у тебя камера сдвинется вниз, и ты будешь лучше видеть этот прицел бомбовый. Либо ты можешь зажать правую кнопку мышки, вот после этого у тебя, как бы, самолет будет продолжать в том же направлении лететь, а ты можешь посмотреть вниз. Угу. Ты все еще на тачпаде? Да. Вот. Ладно, это я промолчу насчет тачпада. То есть ты нажимаешь правую кнопочку, смотришь вниз, и видишь, куда будешь бомбить. Можно там еще, как бы, приблизить, отдалить самолет, чтобы было видно, где прицел. А бомба всегда падает в центр прицела. Может, потом у них еще будут коэффициенты вводить, там, разброс, но вот пока именно в центр. То есть даже если ты кидаешь бомбу, там, с двух километров, у тебя, там, огромный-огромный тот кружок получается, но бомба все равно в перекрестье упадет. Понятно. На ТШ лучше ставить не бомбы, а пулеметы. Ну, я просто поставила, и это тоже, как бы, я еще не знала, что нужно ставить туда, и поставила и бомбы, и пулеметы. Блин, уже лупит по мне. А, у меня 16 хп. И 16 меня постоянно сбивает, ай-яй-яй. Это он меня сейчас вынесет. А, ты старайся в атаку не лететь первой. Так он на хвост не сел, сволочь, и все. Так вперед вырвалось. А рада 68 это очень хорошая цель для И-16. Он даже не увидит, что он тебя сбить не может, он тебя давно уже должен был сбить. Ты же не забываешь, что у него два швака 20-миллиметровых. У меня три хп, и я его пытаюсь затянуть на нашу базу. Вот видишь, что Маладия знает, что на базу затягивать надо. Да я постоянно это делаю. Если не могу сбить, то это... Тянешь на базу? Угу. Правильно. И там летаю, летаю, пока я, ладно, уже убьюсь об что-то, или меня снесут. Но, по крайней мере, эта цель будет очень хорошо покоцана. Да, крыло в крыло. Ну ладно, думал движок в крыло сделать. На этом уровне нам немножко не повезло. Потому что есть И-16 всякие, поздние. Давай следующий вопрос. Да, они больно. Еще у меня вот уже 900 голды накопилось, и я так подумала какой-нибудь премиум самолетик приобрести. Какой из них лучше? А на что тебе хватает сейчас? Ну сейчас у меня 900, поэтому я как бы... Ну, на самое такое. Ну вот на США 4-го и 1-го, ну и 2-го уровня. Но я не хочу это купить. Я хочу... Ну мне так понравилось. Вот это Аэрокобра 6-го уровня российский. Ну, СССР. Для нее тебе подкопить надо денежку, по-моему. Ну да, еще подкопить надо 500 голды. Ну, она мне понравилась. Как она? Ну, вообще. Ну, она очень такой своеобразный самолет, потому что на ней нужно снайперить пушкой. У нее пушка, она стреляет немножко не туда, куда прицел, кружочек. Ага. Не, тяжело привыкнуть. А какая лучше тогда? Смотри, если ты хочешь попробовать бомбить цели, научиться, я тебе посоветовал БШ. То, что БШ, по-моему, это третий уровень, третий уровень БШ, у него 8 штук бомб, и ты можешь очень хорошо потренироваться в бомбометании, много целей сбить. Вот. Ну, сам по себе такой нормальный самолетик. И еще, вот какую урону этих бомб, они могут сразу вынести на земную цель или еще пострелять по ней придется? А, смотри, нажимаешь кнопочку модулей на самолете, и там есть... Нажала? Сейчас Таша выберу, и там нажму модулей. Ну, написано, ну, я навела на бомбу урон 750. Вот. А и на цели показана ее жизнь. То есть, если ты кидаешь бомбу в радиусе поражения, то она снимает вот это вот количество ХП с цели. То есть, грубо говоря, если там у базы 3000 дамага, и ты ее бомбами закидываешь насмерть, то дострелить уже не придется. А, понятно. И очень важно, кстати, помнить, сколько у тебя бомб и ракеты снимают. Ты знаешь, там бывает кораблик, у него там 1400 ХП, а у тебя ракета снимает 1200. То есть, ты знаешь, что тебе нужно на 200 ХП настрелять, пустить одну ракету, и ты можешь, в принципе, все уже уходить с этой цели. Потому что она будет готова. Не перегревать зря ствол. А, кстати, вот насчет вот этого перегрева ствола, я не поняла, что это такое и для чего оно вообще. Бери пока машинку, я дальше тебе расскажу в бою. Хорошо. Выбирай, какой уровень. Вот эта лапочка цветная. Какой это? Второй уровень американский. А давай то же самое. Буду брать и вместе с тобой летать. И он одетый. Да, одетый. А смотри, здесь, чтобы не вводить патроны, ну это как бы это аркада. Потому что, представь, допустим, у тебя было бы там, ну, боекомплект 300 или 400 выстрелов на ствол. Ну, примерно образно, да? Ну да. Ты бы его отстрелял за минуту, за две минуты. С такой скорострельности, и все. Потому что, как бы это в реальном бою, ну, там самолеты сошлись, они бились там короткими очередями, там, по 20-30 патронов. Они не стреляли полностью до перегрева ствола, по сути дела. Вот. Вот. Вот, чтобы такого не было, чтобы игроки не оставались на самолетах без патронов, которые будут просто таранить друг друга. Вот. Как бы до зарядки-то в воздухе нету. Делают в аркадах во всех именно перегрев. То есть, ты не можешь очень длинные очереди делать. У тебя перегревается ствол, и его нужно охлаждать. То есть, проходит время, и он охлаждается. Ты где сам перегрев видела? Ну, когда вот эта долгая очередь, то потом красным становится вот эта полоса там, где патроны, и оно не стреляет уже. Как и с мотором. Ну, она стреляет, но как бы она так. По чуть-чуть. Скорее, да, а не стреляет. Так, кстати, куда я лечу, блин. Ну, туда ты летишь. Да, это я уже заметила. Кстати, вот это автопилот, оно пишет. Это что такое? Автопилот, это когда ты подлетаешь к краю карты, тебя автопилот возвращает снова в бой, чтобы ты никуда не залетел, а туда, где ничего не отрисовано. А, понятно. При этом нужно смотреть за высотой, потому что автопилот сейчас скидывает высоту. Если ты на истребителя еще как бы терпимо, он скидывает. Но если ты, допустим, идешь на тяжики, или, допустим, даже на штурмовике, это сильнее всего заметно, тебя может вообще об землю ударить. То есть, там метров сто можешь потерять в высоте. Понятно. А еще я заметила, что здесь нельзя посмотреть статистику другого игрока. Ну, вот если это... В самой игре нельзя пока что, можно посмотреть на сайте. Ну, сайт такой же, как и танковый, там тоже есть кнопочка игроки. Там уже можно смотреть статистику. Понятно. Я вам сажусь на хвост Таша первого и буду его убить, наверное. Ты помни про то, что у него есть... Я помню. Этот Михалыч сегодня меня уже два раза злил. Кстати, а вот меня и прервали. Звонят в скайпе лично себе хорошие? Да. Да нет, хорошие. Почему? Я сейчас улетаю от Таша и сейчас... Не отвлекаешься? Угу. Так отвлечешься и продолжим. Потом еще разочек. Ты вернулась уже? Я вернулась. Смотри, видишь Таша раненый, который? Давай его добивать вместе. Так, ну, у меня что-то на хвосте сидит. А, вижу. Вижу, сидят. У тебя на хвосте есть такое дело. Угу. Сейчас собьет меня. Не факт. У меня 15 хп. Живи. Я постараюсь его сбить быстрее, чем он это сделает с тобой. 10 хп. Ну, он уже умер. Только сейчас к Таша не подходи близко лучше. Лучше он над базой летает и отвлекает просто. Угу. Потому что тебя же Таша собьет просто одной очередью Михалыча. Ну, кстати, очередь Михалыча очень часто мажут. Ну, да, ну, бывает, что и попадает. Да, бывает. Ну, в принципе, на канальчике есть, как бороться с Михалычем. Как, наоборот, Михалычем правильно работать. Потом посмотри. Тебе, я думаю, интересно это тоже будет. Что-то лукануло по мне. А это здесь вот всякие эти вражины. Последний остался. Над нашей базой, да? Чего там у тебя еще на бумажке из вопросов есть? Каверзных. Сейчас, сейчас попытаюсь сбить этого. А, ну, ладно. Я его добью уже. Смотри, вот там воду бью. На воде, вот смотри. Видел вот такую метку, как вот сейчас мигает? Вот здесь вот. Вот такая точка. Вот там, где такая точка, это значит, там кто-то напал на нашу наземную цель. Там сейчас ТШ-1, тебе его лучше не трогать. Потому что он тебя может убить. Окей. А что мне тогда делать? А вон там сзади Арада-68. Тебе нужно просто жить над базой хотя бы. У меня просто 10 хп, и я не знаю, что вообще делать. Ай-яй-яй, я ну бас, я тараном его сбил. Летай кругами над базой. Хорошо. Бой проиграли. Так, может, наши ПВО еще собьют всех остальных? Ну, смотри, они победят сейчас по захвату, потому что у нас 8 очков, у них 20 очков. И они в секунду получают по 2 очка. Поэтому у них преимущество. ПВО, конечно, может Михалыч этого ТШ сбить? Михалыч ПВО не стреляет. Ну, там дамага по единицу в секунду уходит с него. И сколько сюда прилетят раненые ЛТшки? Ой, сколько их много. Там ТШ таится тихо пешное, но я как-то не рискую. Они все прилетели к тебе. Ага. То есть повыживаешь, возможно, кого-то из них ПВО и собьет. Даже знаю кого. ТШ, надеюсь. Ай, больно. Больно? Вот так оно. Вот если бы я, как нуб, не протаранил бы тот самолет, мы бы еще смогли что-то сделать. Я постарался бы хотя бы одного ТШ убить. И вызову. Ну, видишь, тренировка по выживанию. Еще что-нибудь бери. Ага. Сейчас. Я беру что-нибудь. Так. Я вот это еще возьму. Такое. Это какой у нас уровень? Второй уровень Японец. Ага. Второй Японец, да? Ага. Так, ну я, наверное, возьму второй ТШ. Ты мне попробуй сейчас поприкрывать, если не кинет только нас к четвертому. Я тоже надеюсь. Да, зря надеялись. Зря надеялись. А, еще у меня вопрос насчет того, что есть те там, ну, когда устанавливаешь дополнительное оружие какое-то на самолет, появляются еще дополнительные снаряды, которые уже надо покупать. Да. А даже самое начальное орудие, на него уже можно покупать снаряды. Ну, я поняла. Но вот мне интересуют вот эти, чем они различаются. Там написано, вот, например, бронебойный и зажигательный. Ну, у них в обоих написано, что по 10% шансов пожара. Так, какой смысл в те, которые дороже? Ну, ты, наверное, путаешь зажигательные и универсальные. Универсальные самые дорогие. Да. А я имею в виду бронебойные, которые там самые дешевые. Смотри, у бронебойных, они дешевые, у них хороший дамаг, такой средненький. Но у них нет дополнительного бонуса к пожару. А зажигательные у них похуже с дамагом. Вот. То есть у них дамаг там послабее чуть-чуть, чем у бронебойных. Но у них есть 10% шанс поджечь противника наполнительный. Ну, я так подозреваю, что при попадании в баки, там, в двигатель, то есть по таким частям самолета. Вот. А универсальная лента, она совмещает все преимущества бронебойной и преимущества зажигательной. То есть там и дамаг хороший, даже бывает больше, чем у бронебойной. И 10% шанс крита. Ну да, я универсальная чаще всего. Но просто мне было интересно вот именно, что есть ли смысл брать те, что дороже, или они одинаковые? Ну, пока параметра нету особо. То есть не пока основная бронепробиваемость и все какое-то такое. Я беру, ставлю везде универсальную. Так. У меня и тебя что-то лупит. Да вот там сверху летают. И больно лупит. Причем, по-моему, по мне. А это мессеры. Это мессершмитты. А как они называются? 109Б. БФ, 109Б и прочее-прочее. Ой, они больно бьются. Это в четвертый левел. Весьма больно бьются. Там еще и японцы всякие летают. Страшные. Вот за тобой два мессера гоняются. Да блин, у меня уже двигатели. Это крит. Все, у меня. Лети в мою сторону аккуратненько. Ничего, главное тебя не сбить. Не бойся. Ничего, не бойся. Ай-яй-яй. Ай, не дострелил я его. Не смог подняться на ту высоту. Жалко, затормозить нельзя и чтобы он урезался от меня. Ну, ты можешь скинуть скорость на С, и он тебя будет обгонять, не сможет обогнаться. Ну, там куча уже других врагов за нами сейчас следом. Помимо этого мессера. Там на базу их надо как-то затащить. Да, надо. Вот мяч пытается японецкого подстрелить, но из-за того, что я очень медленный... А, это даже не японец, а тяжик. Вот меня Михалыч одного уже сбил. Пытальщика. Михалыч, это хорошо. Просто как бы вот плюс ТШ в таких боях, когда противники высокоуровневые, они пытаются тебя сбить, садятся на хвост, а вместо этого как бы обгоняют и просто подставляются под турель. Ну, и у меня сейчас собьет тяж, что без шансов уже я даже увернуться не смогу. У меня тараном просто срезал. То есть на ТШ пытаться увернуться, это уже бесполезно. Я еще иногда предпринимаю попытки, когда у меня что-то подобное. Что, снова над базой кружить? Ну, смотри, у них АРАДА-80, ты его можешь, конечно, сбить, но там прикрытие из ТШ, из тяжиков. У меня 9 хп, я его уже как бы сбить не смогу. Ну, смотри, Огошка летит на базу. Это комната, фу, ой, почти. Ну, если ты не подставишься под турель. Я не умею еще от нее отклоняться. Тогда лучше не подставляйся, не подлетай к нему. Да уже, уже, что бы делать. Потому что как бы другого варианта-то нет. Какие еще вопросики были, пока круги нарезаешь? Я отвлекаться не хочу. А ну, или сама врежусь, или утону. Бывало? Бывает. А, сегодня только один раз меня затащили на гору. Такое очень часто бывает. На гору затаскивают, и... А на землю. Ну, вот мне ее сегодня только один раз уничтожилось. Уже прогресс. Сбили. Ну, давай тогда вопрос, раз ты сбили все равно. Да, у меня уже, как бы, тут и нету. Еще вот интересует вопрос. Я же хочу купить третий, а пока продавать второй, первый не очень хочется. И поэтому, вот, хотелось задать вопрос. Сколько места в ангаре доступно сейчас? Ну, сейчас ангар вроде как бесконечный. То есть, у меня самолеты очень много, все с первого по шестой. То есть, включая премиум, но я все-все-все покупаю, чтобы посмотреть хотя бы, на что они похожи, и летать на них. Вот. То есть, можешь покупать любой, места в ангаре хватит. Ну, как бы, хорошая возможность именно полетать на всем, пока тест идет. Ну, да. И немножко набить руку, чтобы это можно было потом уже, когда от нулят аккаунт, играть. Ну, да, уже как бы стату получше иметь. Уже не пугаться самолетов. В воду не падать. Да, да. Ну, вообще, как у тебя мнение о самолетиках? Вот после первых двух дней игры в них. Ну, сначала, вот, как бы, мне не очень понравилось. Сейчас уже лучше. Думаю, еще поиграю, будет вообще отлично. Еще не совсем могу уворачиваться. Ну, еще много всяких нюансов, которые влияют на то, ну, мое мнение об игре. Ну, а так, неплохая игрушка. Что бы твать. На чем больше летать нравится? Ой, не знаю, но мне вот Арада почему-то понравились сразу, и я вот их качать хочу. Мне вот понравились эти истребители. Немецкие истребители? Угу. Там еще все премиумные тоже есть, такой же. На четвертом уровне, по-моему. Сейчас посмотрю. Да, четвертый уровень. Арада 197-й палубный истребитель. У него две пушки 20-миллиметровые, два пулемета. Угу. Если хочешь, можешь попробовать его, купить. Ну, я пока еще, может, откоплю побольше и посмотрю, что там еще повыше уровнем будет. Просто интересно. Ну, и так. Просто знаешь, как будут в танчиках девушки в основном играют на арте. Вот интересно, на чем будут здесь девушки в основном играют. То есть, как будет девушку отличить? В танках-то все просто. Там, как бы, открываешь статистику. Видишь, вся арта советская. Все, девушка 100%. Ну, почему-то у меня не так. Мне нравятся СТ-шки и арта немецкая. А, то есть, тем девушкам, которым нравятся СТ-шки, тем будут нравиться истребители. А тем девушкам, которым нравится арта, тебе будут летать на штурмовиках. ТШ-1. На ТШ-1. Ну, может быть. Понятненько. Ну, что-то набивай еще себе руку. Будем еще с тобой играться, наверное. Даже, может, просто без видео. И в следующих сериях встретимся еще раз. Спасибо за ответы. А, пожалуйста, всегда обращайся. Пока. Пока.